Ей не хватает именно свободы, девочка хочет как бы больше проводить времени с друзьями, нежели находиться дома. Он сказал, решит эту проблему, но это все затягивалось и толку никакого не было. Вроде начало недели, неделя началась со страшного. Продолжение следует... Районная телевизионка скоро будет передана в суд. Новые детали в истории омских Лолиты и Гумберта. Будет и подборка ДТП за последнюю неделю и немало полезной информации. Но начнем с криминальной истории, которая произошла 15 лет назад. Это история о преступлении, которое связало сразу два района Омской области и еще один небольшой город в Красноярском крае. В 2007 год, октябрь, в дежурную часть Калачинского РУВД с заявлением обращается женщина, пропала дочь. 18-летняя девушка ушла из дома накануне, в пятницу. И вот уже сутки не выходила на связь. Хотя уезжать куда-то не собиралась и должна была еще вечером вернуться домой. Уже в субботу ближе к вечеру, то есть уже тогда, к тому времени ее уже сотрудники милиции искали. Была незначительная информация для ориентировки. Даша среднего роста, на ней были футболка и джинсы, куртка и пара сапог. Сотрудники отрабатывали все контакты девушки, восстанавливали хоронометраж. Несколько человек сообщили, что видели ее накануне. Спустя какое-то время оперативникам удалось установить, что девушка относительно недавно познакомилась с молодым человеком из соседнего Кормиловского района. Начали отрабатывать парни, обратились к коллегам. Оказалось, что 21-летнего молодого человека тоже ищут. С заявлением о пропаже в милицию обратилась его мама. Причастен ли к пропаже девушки ее парень или с молодыми людьми могло что-то произойти? В России оперативники отрабатывали различные версии. Поиски продолжались, но результатов не было. До утра понедельника, который сотрудники четко помнят и спустя 15 лет. Почему это запомнилось? Что сразу, как вроде начало недели, и все отозвались, вот на неделе началась со страшного. В полдевятого нас начальник терророгана на тот момент Михаил Михайлович Чемоданов собрал. И, значит, находясь у него в кабинете, на совещание поступил телефонный звонок с дежурной части о том, что в бараке на улице Фрунзе, это, насколько помню, по-моему, 93-98 адрес, там многоквартирный барак. И со слов хозяина была, значит, получена информация, что он гражданам, которые осуществляли данную стройку, он сдавал свою комнату для проживания. Значит, данные граждане на протяжении 10 дней с ним не уходили на связь. Он решил в понедельник с утра проверить. Значит, придя туда, он обнаружил, что дверь закрыта. Значит, своим ключом он открыл дверь, пройдя, значит, обнаружил, что какой-то запах неприятный. И, открыв крышку погреба, он обнаружил тело девушки, как в дальнейшем оказалось 18-летней девушки. Но это было не все. Оперативники, приехавшие на выезд, обнаружили еще одну страшную находку. Парень был обнаружен сразу при входе в подполе. Девушка там в комнате, также в подполе была обнаружена. И когда при осмотре этих тел, и у парня, и у девушки были обнаружены живые ранения, множество живых ранений, ну и предположительно, что и смерть наступила от этих же ранений. Два тела, и особенность в том, что и то, и другое тело были присыпаны известью, сухой известью. Больше ничего, да, не было. Как дальше? Что, 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 где, как искать? Дальше, как искать? Понятно, что начали отталкиваться от того, что кому принадлежит этот дом, где были обнаружены тела. Было установлено, что дом принадлежит там частному улицу Калачинска. Его установили. Который пояснил, что он дом сдавал лицам, я насколько помню, тут как раз вот из другого города. Называл, не называл фамилии, сейчас не помню их. Вот. И потом дальше уже начали, скажем так, проводить и поисковую большую часть мероприятий сотрудниками полиции по установлению тех лиц, которые проживали в этом частном доме. Через некоторое время пришли результаты судебно-медицинской экспертизы. Стало понятно, как были убиты парень и девушка. Установили и личности погибших. Потерпевшему и снова причинены телесные повреждения в виде множественных, не менее семи, проникающих, колото-резаных и резаных ран шеи, груди, живота с повреждением внутренних органов, причинивших тяжкий вред здоровью, и множественные, не менее тридцати семи, не проникающих, колото-резаных и резаных ран на теле и руках, причинивших легкий вред здоровью, а также ссадин и кровоподтеков на лице и руках. Смерть наступила от острой кровопотери. Потерпевшей Сережниковой причинены телесные повреждения в виде кровоизлияния в слизистой оболочке век, в мышцах шеи перелома подъязычной кости, кровоизлияния в мышцах языка, причинивших тяжкий вред здоровью, и посмертные проникающие, не менее двух, колото-резаных ран груди. Смерть наступила в результате механической асфиксии от сдавливания шеи руками. Убитыми оказались 21-летний житель Кормиловского района, тот самый молодой человек пропавшей девушки, и сама 18-летняя жительница Калачинска. К расследованию дела были подключены лучшие сотрудники уголовного розыска Калачинского района, убойного отдела Омска, а также следственного отдела при прокуратуре. Осложняло ситуацию практически полное отсутствие какой-либо информации. Хозяин комнаты в бараке, где были обнаружены тела, рассказал, что сдавал жилье приезжим строителям торгового комплекса «Алпи», которое тогда, в 2007 году, возводили в Калачинске. Но кому именно он предоставил жилплощадь, оставалось загадкой. Хозяин, к сожалению, он только знал одно имя. Ни фамилии, никаких договоров о съеме, ничего не заключалось. То есть на устной основе сдавалось это помещение. Но опять же, самого хозяина тоже нельзя будет исключать, да, естественно? Абсолютно верно. Здесь и эта версия разрабатывалась как традиционно. При совершении тяжкого преступления выдвигается несколько версий. Это, как скажем так, не основная была версия, понятно. Но тем не менее, его тоже проверка была осуществлена. Причем за малое время понятно было, что этот человек... Алиби все есть. Да, этот человек не причастен к совершению данного преступления. Продолжение этой криминальной истории ровно через неделю. Новый день, новый вызов на происшествие. Вернемся к событиям этой недели. Помните летний скандал на авиадуке-телевизионке? Атака детей и расстрелянные с пневматического оружия школьницы. С нового поворота в этой истории мы и начнем. За стрельбу по живым мишеням под суд. Новый этап в скандальной истории 17-летнего студента, который летом из пневматической винтовки расстрелял школьниц на путепроводе телевизионки. Через считанные дни силовики завершат расследование уголовного дела и направят материалы в прокуратуру. Эта история началась довольно банально. Группа девочек-подростков отправилась на вечернюю прогулку. Школьницы решили устроить эффектную фотосессию на фоне летнего заката. А локации выбрали виадок на улице Демьяна Бедного. Однако в тот момент, когда дети начали позировать перед камерой, раздался резкий хлопок. А после младшая девочка выронила из рук сотовый телефон, почувствовав резкую боль в предплечье. И пока врачи извлекали пули из рук школьниц под общим наркозом, силовики в поисках виновников в частном секторе провели с десяток обысков. Допросили больше 40 человек. Стрелком в итоге оказался 17-летний студент техникума железнодорожного транспорта. Примерно ученик и опытный кикбоксер, которого, однако, прежде неоднократно замечали за стрельбой из пневматики во дворе. А орудие преступления, предусмотрительно спрятанное молодым человеком, силовики обнаружили за домом под металлическим листом. Протокол составлен, учащие лица ознакомились с протоколом, продемонстрировали видеозаписи следственного действия. Замечательно, полный убийца. Нет. Учащие лица. Правоохранителей будущий железнодорожник убеждал, целился не в людей, а в птиц. Но версия не выдерживала критики. В ходе расследования уголовного дела студент находился под домашним арестом. Однако в скором времени жизненный уклад молодого человека может вновь измениться. За хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия, юноша может лишиться свободы на два года. Пушкино, 67, дробь 1. Центр города. Именно здесь еще недавно располагался офис фирмы Юджин Тур. Однако сейчас его двери закрыты для всех, кто желает отправиться в жаркие страны. Изначально руководитель компании добросовестно выполнял свои трудовые обязательства, зарекомендовал себя среди амичей. Люди по принципу финансовой пирамиды советовали друг другу проверенную компанию. И когда список клиентов разросся, амич принял решение провернуть преступную схему. В итоге владелец турфирмы обманул 16 человек и заработал миллион рублей. Скандальная история началась еще два года назад. К тому моменту фирма существовала на рынке несколько лет. Но в 2019-м что-то, как говорится, пошло не так. 44-летний индивидуальный предприниматель, руководитель туристической фирмы Юджин Тур, заключил со своими клиентами ряд договоров об оказаниях туристических услуг. Однако, получив денежные средства, данные услуги не предоставил. Кроме того, даже не перевел денежные средства на счет туроператора. Большая часть потерпевших – пенсионеры. За желание обрести статус туриста каждый поплатился рублем. Некоторые полагают, коварного плана, цель которого – нажиться на доверчивых горе туристах, предприниматель придерживался изначально. В феврале 2020 года мы с подругой решили отдохнуть в Турции. Она, в принципе, этой фирмой Юджин Тур уже пользовалась. Она летала в другие города, в Кипр, и решили опять так же к постоянным, как говорится, обратиться. Он сказал, что есть предложение дня, что ранее бронирование, надо было сразу денежку оплатить полностью. Вот мы собирались, он предложил с 3 июня на 10 дней. Мы денежку оплатили полностью. Сколько денег несли? По 55 тысяч путевки тогда были. Тем не менее, в марте месяце начался ковид. В июне месяце все границы закрыли, и наше путешествие отменилось. Мы к нему обратились, чтобы он нам вернул деньги, или предложил какой-то взамен вариант, или ваучеры, как раньше выдавали, или что-то предложил на более поздний срок. Тем не менее, он сказал, что решит эту проблему, но это все затягивалось, и толку никакого не было. Другая часть потерпевших до сих пор не может отойти от потрясения. Вспоминают, что нервничал и сам агент, когда обманывала мечей. Мы решили с родственницей съездить в Турцию. Приехали мы с родственницей туда. Евгений начал с нами работать. То есть, да, спрашивает, когда, куда. У самого ручки прямо тряслись. Вот прям трясутся руки, если думать, уж такой молодой, у него прям тряска-то такая. А он, видимо, все равно, у него какой-то внутренний дрожь, волнение у него было. Когда подходит время уже к шестому, мы ему звоним, он не берет трубку, он не выходит на связь, он ничего нам не отвечает. Однако есть и те, кто верит. 44-летний Евгений – жертва роковых обстоятельств. Евгений, на мой взгляд, абсолютно не виноват. То есть, это то лицо, которое стало в данной ситуации мальчиком для битья. Потому что я участвовала в интересах Евгения на одном из процессов, когда только эта ситуация случилась, когда обанкротился Ростур. И мы ходили в процесс, мы доказывали, что, в принципе, Евгений действовал в рамках агентского договора. Те денежные средства, которые перечислялись с туристами, людьми, которые хотели поехать куда-то в турпутевки, они были зачислены на компанию Ростур. Скажем так, та комиссия Евгения, которую он брал, даже эту комиссию, это буквально копейки, он людям вернул. Все, он себе ничего абсолютно не оставил. И в суде, когда мы объясняли, что здесь, во-первых, необходимо было привлекать Ростур, если уж они собирали денежные средства. Они являлись, например, как по одному иску. Они должны были денежные средства, которые они получают от туристов. Они их перечисляют в интернет-центр, ООО, если я не ошибаюсь в названии. И как раз вот эта ситуация закрутилась, что они деньги получили, Ростур в интернет-центр не отправили. В итоге интернет-центр не смог людей отправить в турпутевку. Остался кто крайний, тот, с которым люди общались напрямую. Это агент. Как бы там ни было, когда в дело вмешалась полиция, агент сбежал из региона. Как говорят потерпевшие, в попытке скрыться от следствия сменил несколько городов. Но длилась игра в прятки недолго. В сентябре 21-го сотрудники уголовного розыска вместе с силовиками Свердловской области задержали меча в Екатеринбурге на съемной квартире. Сейчас вину горе-агент категорически отрицает. Показаний, ссылаясь на 51-ю статью Конституции, не дает. Добавлю, что прежде в поле зрения полицейских он не попадал. Участковым характеризовался положительно. Между тем, сейчас мужчина фигурант уголовного дела. За мошенничество ему грозит до шести лет тюрьмы. Соловики продолжают расследование, а юристы советуют туристам внимательно читать договор. Людям нужно все-таки читать договор, понимать значение этих слов и давать отчет своим поступкам. Но опять же, людей винить полностью в этой ситуации нельзя, поскольку мы не знаем, что будет с какой-нибудь очередной ложкой дальше. Новый виток истории омских Лолиты и Гумберта. Участники сексуального скандала, шестиклассница и 42-летняя Мич в ближайшее время предстанут перед судом. Материалы уголовного дела уже в Ленинской прокуратуре. Инцидент, я напомню, произошел в ноябре. В подъезде многоэтажки на второй трамвайной школьницу застали со взрослым мужчиной в пикантной ситуации. Причем очевидцем свидания стал участковый. Я заступил на дежурство в составе следственной оперативной группы, прибыв по адресу 2-я трамвайна для задержания лица, совершившего преступление, кражи имущества из продуктового магазина «Магнит». Сойдя в подъезд, я увидел следующую картину. Стоит мужчина, его держит на совершил летнюю девочку, представил сотрудникам полиции. Данный мужчина хотел скрыться, но данного мужчину я задержал, доставил в отдел полиции номер 4. Задержанный гражданин Узбекистана. В Омске находится без вида на жительство, причем уже 8 лет, и без постоянного места работы. Пока не стал фигурантом уголовного дела о покушении на изнасилование несовершеннолетней, перебивался случайными заработками, но прежде не был судим. Неоднозначный портрет и у девочки, от знакомых исключительно положительные характеристики. А между тем, ключевая улика в деле, недельная переписка с подозреваемым, доказывает, шестиклассница поддерживала эротический тон беседы и сама поощрила мужчину к действиям. После инцидента шестиклассница не выдержала напора родителей и сбежала из дома, ночевала на автобусной остановке. После происшествия на второй трамвай на несовершеннолетние девочка совершила самовольный уход, в связи с чем была поставлена на профилактический учет за антиобщественное поведение. Была проведена профилактическая беседа с родителями и с девочкой. Также была проведена профилактическая работа именно в школе с девочкой. После совершения самовольного ухода девочка по заявлению отца была помещена в социально-реабилитационный центр «Надежда», где проходила психологическую реабилитацию в течение месяца. Девочка как бы немножко бесконтрольная, она такая по характеру, она хитренькая, очень лживая. Понятно, что тут нарушение детско-родительских отношений. Она абсолютно боевая, очень активная. Есть моменты, конечно, агрессии у нее возникают. Социальная адаптация она проходила. Проходили были аутотренинги, работа с психологами была, диагностика была эмоционально-личностной сферы. И консультации. Из центра школьница вернулась домой лишь неделю назад. Добавлю, что в рамках расследования уголовного дела девочки проводили психолого-психиатрическую экспертизу. В заключение, в роковой день шестиклассница понимала, что с ней происходит и отдавала отчет своим действиям. Эксперты уверены, на поведении девочки сказывается обстановка в семье. Ее родители год как в разводе, но при этом окружают подростка гиперопекой. Ребенок живет в сплошных запретах. Гиперактивно за девочкой контроль осуществляют, потому что несовершеннолетний, как она сама поясняет, о том, что ей не хватает именно свободы. Девочка хочет больше проводить времени с друзьями, нежели находиться дома. Между тем, школьница в статусе потерпевшей по уголовному делу. В ближайшее время документы направят в суд. И кавалеру девочки-подростка будет грозить до 10 лет тюрьмы. На этой парковке у торгового центра двое водителей принялись выяснять отношения. Как результат, 36-летний Амич обратился за медицинской помощью. Этот конфликт начался еще на проезжей части проспекта, когда водитель грузовой газели пытался в нарушении правил повернуть налево к супермаркету. Мужчину обогнал белый Ниссан. Водитель иномарки преградил дорогу и в агрессивной форме сообщил о неправильных действиях оппонента. Проследовал за потерпевшим на парковку, где продолжил выяснять отношения. В ходе спора он достал газовый баллончик и брызнул водителю газели в лицо. После чего сел в автомобиль, совершил наезд на мужчину и скрылся. Сотрудники уголовного розыска установили личность водителя иномарки. Им оказался 25-летний Амич, ранее судимый, за кражем в законный оборот наркотиков и причинение телесных повреждений. Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего. А это еще один конфликт на дороге. Здесь мужчины не поделили выезд с парковки. Вслед за словесным конфликтом и нецензурной бранью в ход пошли более весомые аргументы. Один из участников конфликта достал из машины травматический пистолет и выстрелил в другого. По данному факту в отделе полиции номер 9 возбуждено уголовное дело. Сюда вот прошел выстрел. Как бы как поворачивался. У меня совпали. То есть вот это слепоте стрела? Да, это слепоте стрела. У меня на столе находится гражданское оружие самообороны. Это травматическое оружие. Нагнестрельное оружие ограниченного поражения. Здесь оно как представлено из классических вариантов. Это пистолет-лидер калибра 10х32Т. В нем применяются патроны травматического действия. Поражающий элемент, который представлен в виде резинового шарика. Это классическое оружие. Также у нас есть оружие, оно бывает еще бествольное. Это комплекс ОСА, так называемый. Это травматическое оружие бествольное. В качестве ствола в данном оружии выступает гильза патрона. Тяжкий вред здоровью причиняется данным оружием, когда оно попадает в незащищенные места. Это в области головы, шеи, в открытые участки, когда попадает. Поскольку все-таки это огнестрельное оружие ограниченного поражения. И оно с близкого расстояния обладает значительной поражающей способностью. Возможно проникновение в мягкие ткани человека. С причинением значительного вреда здоровью. Конфликты на дорогах довольно часты в последнее время. Однако решать их можно и нужно исключительно мирным путем. Помните, как говорится в том самом мультфильме? Ребята, давайте жить дружно! Ребята, давайте жить дружно! В случае замены паспорта гражданином Российской Федерации в связи с изменением установочных данных. Гражданин обращается в течение 30 дней со следующего дня после наступления оснований для замены паспорта. В случае, если нарушен срок для подачи заявления на замену паспорта. Гражданин Российской Федерации несет ответственность в соответствии со статьей 19.15 Кодекса административных правонарушений. И подлежит административной ответственности и наказывается административным штрафом от 2 до 3 тысяч рублей. Для того, чтобы заменить паспорт гражданину, необходимо обратиться с заявлением о замене выдачи паспорта через портал государственных услуг, либо многофункциональный центр, либо непосредственно в подразделение по вопросам миграции, которое находится на территории обслуживания. Необходимо предоставить паспорт, подлежащий замене, а также две личные фотографии. В случае, если паспорт меняется в связи с изменением установочных данных, документы, подтверждающие данные изменения, это свидетельство о заключении, о расторжении брака, либо о перемене фамилии, имени и отчества. Историю нелепого, но масса о ДТП, жертвой которого стал ребенок, расскажу сразу после статистики. Маскаленки. Пересечение центральной улицы с Гуртьева. Две лады-весты и только одна дорога. Невнимательная автоледи торопится выехать на главную с второстепенной и провоцирует массовое ДТП. Водитель автомобиля Лада-Веста, женщина 1987 года рождения, при движении по второстепенной дороге не предоставила преимущества движения, допустила столкновение с автомобилем Лада-Веста, которое от удара отбросило на припаркованный автомобиль Москвич. Владелец третьего авто, пенсионер, глушит мотор за считанные секунды до столкновения, привез внучку в магазин. Финал поездки для 12-летней девочки и еще пары участников происшествия – больница. В результате дорожного происшествия за медицинской помощью обратились две женщины, пассажиры автомобиля Лада-Веста, 2001 года рождения, 1999 года рождения, а также девочка 2010 года рождения, которая находилась в автомобиле «Москвич». Девочка госпитализирована сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой и сейчас находится под наблюдением медиков. За непредоставление преимущества в движении виновнице массового ДТП грозит штраф. Здравствуйте, у меня есть к вам вопрос. Очень часто ездил на работу по Миро и поворачивал на химиков по дополнительной секции светофора, но недавно тут ехал и узнал, что эту секцию светофора убрали. И в связи с этим появился вопрос, что теперь будет с движением, почему убрали секцию и как это вообще повлияет теперь на этот поворот. Спасибо. По итогам 2021 года перекресток улиц Мира и Химиков является очагом аварийности. В результате анализа причин и условий совершения ДТП администрации города Омска приняты меры по изменению режима работы светофорного объекта. В результате движение с подхода со стороны Сибади теперь осуществляется в одной фазе. Дополнительная стрелка не требуется, она была демонтирована. Движение пешеходов через проспект Мира также происходит в одной фазе без конфликта с автотранспортом. Если вам понравилось, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Мы открыты для диалога. А ровно через неделю новый обзор происшествий. Будем разбираться в том, почему это произошло и выяснять, что было сделано, чтобы этого не повторилось. Здесь вы найдете дело убийства на рабочих, а здесь отец и дети. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова